У меня в жизни было две любви. Это мой муж и фотография. Про мужа это совсем другая история. А вот почему же я люблю фотографию. Я сегодня вам расскажу. Для меня фото это прежде всего воспоминание. Только представьте себе фотографию, где вас обнимает бабушка. Вы сразу вспоминаете ее теплые объятия. Ее запах такой домашний, родной. Вот фотографии, где плачет мама. Потому что она счастлива за свою дочь, что она выходит замуж. А вот смеются ваши друзья. И вы сразу вспоминаете их шутки, их дурацкие приколы. Но такие родные. А вот фотографии, где вы стоите на берегу океана. И сразу можно услышать шум прибоя и соленый, теплый ветер. И вы готовы на все. На все подвиги. На все свершения. А вот фотография, где ты смотришь на своего мужа. Такие счастливые, влюбленные глаза. И сразу вспоминаются все ваши прогулки. Как вы влюбились. Как впервые поцеловались. Вся наша жизнь состоит из таких вот маленьких мгновений. Неважно, хорошие они или плохие. Все они ценные. Все они обретают смысл именно в тот момент, когда мы смотрим фотографии и вспоминаем все, что было в нашей жизни. Именно за этим изменением я и люблю фотографии. Есть еще вторая причина, почему я обожаю фотографии. Для меня это возможность показать человеку то, каким его вижу я. Ведь волшебство есть в каждом из нас. Все мы рождаемся идеальными, но многие из нас об этом забывают. И я здесь именно плед, чтобы показать, насколько волшебно вы можете быть. Настоящее вдохновение появляется именно тогда, когда вы можете быть сами собой. Не нужно строить из себя кого-то чужого. Если вы скромная, покажите, какая вы милая. Если вы улыбашка, то улыбайтесь, танцуйте, хохочите. У нас у каждого есть свои особенные черты. Не нужно их стесняться. Просто будьте сами собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!